Хей! Здорово, ковбои, ганфайтеры и прочие обыватели Фронтира! Сегодня мы разберёмся, как стать успешным игроком в Red Dead Online. Зырьте на потраченное время, а теперь на мой баланс. Так вот, успешный игрок — это тот, кто умеет обращаться с деньгами в игре и их зарабатывать. Тот, кто умеет рационально организовывать и разбавлять свой геймплей. И тот, кто досконально изучил все её аспекты. С вами Ордер Проджект, и я представляю свои правила успешного игрока в Red Dead Online. Первое правило успешного игрока — это стараться совершать покупки только по скидкам. Даже горох. Да ладно, расслабьтесь. Данное правило больше относится к начинающим игрокам и тем, у кого просто нет времени, чтобы сидеть и фармить. Но всё же, если эта вещь не только вышла, то почему бы и не подождать скидончика? Причём иногда Rockstar просто на халяву отдают тот или иной игровой предмет. Правило номер два. Выгодно разбавлять свои обычные фарм занятия на другие занятия. К примеру, сегодня вы набиваете повозку торговца, возите самогон и ловите преступников. А завтра помогаете незнакомцам, проходите контракты кровавых денег и собираете коллекционные предметы. Ну а на следующий день залетаете, к примеру, в противоборство или устраиваете покатушки с друзьями по карте. Опять-таки, по пути можете пособирать коллекционки. Для чего вообще это правило? Да просто повторение одних и тех же действий раз за разом — это безумие. Ну или вы просто гринд-машина, набивающая бессмысленную цифру. Ну и не забывайте про активности, за которую Rockstar дают на 50%, или в два раза, или в три раза больше. Фарм, разбавленный другими выгодными и интересными занятиями — залог успеха. Третье правило. Не забывайте про пряжки. Это отличный способ заработать золотишко и опыт. Четвёртое правило очень простое. Всегда имейте с собой провизию и тоники, ведь герои не умирают. Постоянное наличие еды и тоников увеличит вашу выживаемость на Диком Западе. Пятое правило. Не забывайте про делики. Отлично гармонирует с правилом номер два. Да, выплаты уменьшили с выходом расширения роли охотника за головами, но всё же, приятно, когда падает даже копеечка золота, чисто за то, что вы прошли мимо магазина в городе, в котором находитесь, или, к примеру, поели рагу в лагере. Да и за счёт этого появляется дополнительная мотивация заглядывать в игру каждый день, ведь на 28-й день вы получите карту сокровищ, да и золото за это время неплохо прикапает. Шестое правило, или даже, может быть, на путстве, не надо ни от кого зависеть. В Red Dead Online стали появляться одиночные занятия. Да, с непривычки или за имением всего в игре будет скучновато, но если сразу построить весь свой геймплей только на игре с товарищами, то позже вам попросту будет слишком одиноко и скучно играть в эту игру. Ну а если нет компании, а одному всё же уже наскучило, то в нашей группе вы сможете подыскать себе напарника, или даже целый отряд, или клан, в зависимости от платформы. Ну и в заключении, седьмое правило. Все эти правила — это чисто то, как я вижу успешного игрока в Red Dead Online. Ваш список этих правил может быть меньше, или наоборот, даже больше. Ну а на этой прекрасной ноте, всем спасибо, всем удачи, всем пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин